Администрация Сарова принимает документы от организаций, которые могут вести деятельность в условиях повышенной готовности. Список компаний, которым нужно предоставить подтверждение своего права работать большой. В основном, конечно, это организации непрерывного действия, это ресурсоснабжающие организации, это предприятия любые, которые могут организовать свою работу на изолированной территории. Но что касается потребителей, более всего интересующийся их вопрос, это медицинские услуги, это аптеки, это розничная продажа продуктов питания, это непродовольственные товары первой необходимости, к которым отнесены гигиенические товары, товары детские, пеленки и так далее, ГСМ и зоотовары в смысле питания для животных. Пока в Сарове не зафиксировано случай заражения коронавирусной инфекцией, возможно торговля строительными материалами и хозяйственными товарами. Организации должны предоставить заявку по форме и список сотрудников, которых собираются привлечь для работы в недистанционном режиме. Делать это нужно для предпринимателей, естественно, как можно быстрее, потому что, с моей точки зрения, без наличия этого документа они не вправе свою деятельность вести. А мы, со своей стороны, прикладываем все усилия к тому, чтобы максимально оперативно отработать поступившие заявки, чтобы не сдерживать работу предпринимателей. Специалисты муниципалитета обратили внимание, что каждый работодатель должен объяснить необходимость перевода своих сотрудников в недистанционный режим работы. Вся информация и форма заявки размещена на сайте администрации. После всех процедур работодатели получат документ под названием «Подтверждение статуса организации». Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.